Уважаемые сотрудники прекрасной библиотеки, детской библиотеки имени Алтын-Сарина, уважаемые читатели библиотеки, взрослые и дети, 1 марта мы будем отмечать светлый и прекрасный праздник, День Благодарности. Мне очень повезло. В апреле 2015 года я принимала участие в работе 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, когда наш президент, первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, сказал о том, что учреждается новый праздник, День Благодарности казахскому народу и другим народам, которые оказались на крутых поворотах истории, воли и судеб на территории Казахстана. Нурсултан Абишевич назвал данные на 5,9 миллионов казахского населения в XX веке. Прибыло сюда 5,6 миллионов населения других языков, другой культуры, это были другие народы, русские, специалисты, эвакуированные в годы войны, раскулаченные, это были депортированные народы, корейцы, калмыки, кавказцы, немцы, поляки и много-много-много других народов, и всем досталась крыша над головой. И со всеми казахское население поделилось хлебушком, куртом, баурсаком. Ведь не случайно мудрый казахский народ говорит такую фразу. Дружба — это бесценное богатство. Очень хочется, чтобы это слово, благодарность, дружба не потускнела. Уважаемые читатели, я написала текст песни и поделюсь с вами несколькими строками. Мы, казахстанцы, в этом суть родства. Торжественно звучат без всякой лести красивые и верные слова. Мы разные, мы равны, мы вместе. Спасибо, Казахстан, за небо чистое, за утро безмятежное, лучистое, за поле хлеба вкусно-золотистое, за мир. Спасибо, Родина, тебе. Пусть благодарность народов Казахстана друг другу не потускнеет и не иссякнет. Спасибо.